Анатолий Владимирович 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 спрятать так чтобы она перестала влиять на окружение своим гравитационным полем значит надо искать по гравитационному взаимодействию тел какие-то другие среды если они вообще в принципе существуют спрятать их невозможно и вот при этом возникают вопросы если есть природе невидимое вещество которое мы не наблюдаем то надо все-таки понять где она сколько его и вообще как его можно найти ну и конечно другой вопрос если это вещество какое-то особое то состоит ли она вообще из атомов как все что окружает нас или может быть у него совсем другая консистенция и вот разница между светлой темной материи на бытовом уровне очень простая светлая то что мы видим темное то что ему не видим но дальше возникает вопрос уже более серьезный а что вообще понимать под темной материи и что понимается по темной материи современной наукой и вот здесь оказывается любопытная вещь оказывается если вы вот вопрос который я сейчас формулировал зададите человеку привыкшему позироваться на наблюдениях но условно говоря наблюдателю и зададите этот вопрос глухому теоретику который однако не чушь этих проблем то вы можете получить в общем то совершенно различные ответы прежде всего темная материя вот она перед вами для обывателя вот эта фотография просто является аргументом вот она смотрите она какая темная вот этой с точки зрения теоретика из точки на были зрения наблюдателя это темная чисто условно это на самом деле это молекулярные облака которые просто непрозрачны из-за содержащихся в ней пыли таких фотографий можно сколько угодно придумать вот темная материя пожалуйста вот это все фотографии это не рисунки художников вот темная материя но это не та темная материя о которой мы говорим потому что это вещество она поглощает свет но но самой излучает поглощая любое тело должно и излучать тоже она излучает это излучение прекрасно принимается в инфракрасном диапазоне под другой пример уже с другой стороны вот две галактики это оптическая фотография одна спиральная другая эллиптическая эллиптическая большая в центре это оптическая фотография если здесь еще какая материя которые мы вот не видим излучение не видим оказывается что здесь и очень много но она тоже не является темной потому что мы ее увидим в рентгеновских лучах вот фотография той же области неба в рентгеновских лучах галактика спиральная вообще исчезла а эллиптическая превратилась в размазанное пятно это не звезды светят как на предыдущей фотографии это светит газ нагретый примерно до миллиона градусов значит вот пожалуйста была материя которую условно было можно назвать темной а на самом деле есть среда которую нужно только подобрать ключ нужно подобрать правильный правильный спектральный диапазон где эта среда излучает и иметь достаточную чувствительность приемников чтобы это излучение зарегистрировать ну поэтому это тоже не темная материя но тогда опять-таки возникает вопрос что же ответит наблюдатель и что ответит теоретик по поводу того что же такое на самом деле темной материи исключая вот эти случаи которые я только что объяснил значит есть два определения вот наблюдатель темная материя это невидимое вещество которое проявляет себя только по гравитационному влиянию на другие тела все теоретику это мало вот что скажут теоретик и напишут соответствующую формулу это невидимое вещество не состоящие из атомов это принципиально которые практически не взаимодействуют ни с какими видами материи кроме как гравитационно причем на больших пространственных масштабах она преобладает по массе вот на любой научной конференции вот вот именно вот последнее определение является ведущим ну потому что уже сейчас можно сказать какие-то свойства и темной материи а наблюдатель он теории не любит он говорит я верю только тому что я могу от наблюдать или знаю как это сделали другие и знают цену этим данным вот и все поэтому вот два определения они существуют до сих пор оба они правильны выбирайте любое ну вот самое это важное что пока и теоретики и наблюдатели сказать они сходятся в одном если темная материя существует то она должна преобладать в природе вообще и вот каким образом откуда делается этот вывод и поэтому аргументы все очень трудно привести их не довольно много но есть самые главные 33 аргумента в пользу того что темная материя преобладает над всеми другими видами материи но я говорю сразу темная материя это гипотеза доказательств ее пока не существует есть факты которые указывают на ее существование и на них основана эта гипотеза но она станет не гипотезой а уже доказательствами только тогда когда станет ясна природа и его и темной материи когда будут пойманы те составляющие те частицы которые ее собственно говоря образует а может их вообще не будет я же не знаю поэтому нужно пока относиться это к вот к этой теме к по теме темной материи как хорошо аргументированной гипотезе которая еще ждет своего подтверждения к тому же нормальное развитие науки просто требует чтобы любая гипотеза обязательно имела скептиков если уху гипотеза нет скептиков это вообще либо все что-то совсем очевидно и либо то что никому не интересно поэтому и сейчас в научном мире есть определенное количество специалистов которые вообще скептически относятся к этой гипотезе я об этом тоже расскажу у итак три главных аргумента я должен перечислить чтобы узнали откуда такой странный вывод что все то что мы видим это лишь маленькая часть того что мы не видим по сравнению с тем что мы не видим начнем с распределения галактик пространстве вот это карта участка неба захватывающая созвездия девы созвездия волосы вероники где каждая точка не звезда а галактика по сотен или по сотням миллиардов звезд в каждой точке ясно видно что здесь распределение галактик склышковатая и это прекрасно объясняется тем что есть гравитационное поле которое уже делает однородное распределение неустойчивым поэтому все это любое даже первоначально однородное распределение материи все равно с эволюционирует в какие-то клочковатые облака но важно другое если это гравитация то подвижение частиц можно понять и измерить массу того тела или той системы которая образует вот каждое из этих сгущений ну вот первым человеком который пытался это сделать и сделал на самом деле к фактически поставив вопрос почему галактики неравномерно распределены в пространстве и исследуя одно из таких распределений созвездии волосы вероники это скопление галактик кома это был очень экстравагантный человек американец и но не он немец но он жил и работал в америке фрис цвики вообще человек интереснейший во первых у него был совершенно вредный характер он вообще их гипотез вообще не признавал как правило у него были свои точки зрения по любому поводу но достаточно остроумные он я не знаю каким образом но интуицию у него работа довольно неплохо например первый человек который предсказал что после открытия нейтрона сказал что должен существовать нейтронные звезды никто ему в голову не приходилось он например самого начала и по этим до самого конца сказать вообще не признавал фактор расширения вселенной все все это все это большой взрыв это все это все эти болтовня такого не может быть просто свет стареет по дороге к нам если бы он сейчас познакомился со современными доводами то наверное он изменил бы свое мнение потому что кто в 30-х годах знали расширение вселенной очень мало вот наверное бы изменил но во всяком случае он свои идеи выдвигал не слушая особенно сказать тех людей которые возражали и вот он первый первый проанализировал скорости галактик в скоплении волосе вероники скоплении кома вот кусочек скоплений там сфотографирован эти галактики имеют разную массу но по скорости всегда можно узнать суммарную массу также как по скорости земли вокруг солнца мы можем оценить массу солнца и вот он первый скоплений сделать вывод что галактики движутся очень быстро там больше тысячи километров в секунду характерной относительной скорости и что галактики состоящие звезд не обладают достаточным количеством вещества чтобы удержать удержаться вместе имея такие скорости вот логика очень простой он показал что не хватает массы звезд а кроме звезд ну ничего он не видел дарму сейчас мы знаем что там есть и газ тоже но все равно не хватит для того чтобы галактики вместе сдержать поэтому он сделал вывод о том что чтобы скопление существовали как скопление они разлетались не по непонятным причинам во все стороны с галактики из него нужно считать что еще помимо помимо галактик есть идет еще невидимая темная материя вот это было его идея ну надо сказать что эта идея не мне не пользовалась большой популярностью ну потому что могут быть другие возражения ну во первых ну ну в то время особенно много ли мы знали о том какая масса у галактик не было никаких никакой статистики тем паче у какого-то далекого скопления крупнейший советский астрофизика виктор амбарцумян сказать вообще слышать об этом не хотел он говорила а кто вам сказал что скопления не расширяются просто вот ничего и не удерживает их они расширяются вот и не нужен никакой темной массы вот в 30 и в сороковые годы можно было об этом спорить сейчас эти доводы были бы опровергнуты квалифицированному любителям астрономии но ситуации осложнилось когда большое количество маленьких галактик в нашей местной группе галактик было измерено были измеренных скорости оказалось что даже вот у нас под носом это эта проблема висит и не хватает масса вещества чтобы объяснить почему все эти галактики собраны вместе они должны разлетаться будто бы значит здесь тоже требуется какая-то дополнительная масса вот это и есть фактически первый аргумент теперь аргумент номер два он уже связаны не с скоплениями галактик а с отдельными звездными системами когда научились измерять скорости вращения дисков галактик появилась возможность непосредственно измерять массу которые эти диски содержат и вот тут встретились абсолютно той же самой проблемой ведь диски достаточно тонкие если галактика видно к нам ребра с ребра она вообще видно вот так красиво как такая полоса это звезды звездный диск мы видим и просто она так развернута к нам что мы видим ее с ребрышка вот так вот как как русская борзая который говорит тонкая такая что верите не верите совсем не видно спереди вот 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 так вот такие галактики и упаков похоже галактик известно несколько тысяч просто потому что они повернуты ну чтобы измерять скорости вращения не обязательно использовать такие галактики можно использовать галактики которые видны под каким-то промежуточным углом наклона и тогда измеряя скорость вращения так как это показано вот на этом графике здесь скорость расстояние от центра вот вот характерная скок кривая вращения она называется за эта зависимость имеет вот такой вид по одну по другую сторону от центра естественно где-то вот эта вот часть от нас удаляется эта часть к нам приближается поэтому знаки разные но по этой кривой можно восстановить распределение массы ну прекрасно а можно еще и измерить распределение массы просто по яркости звезд это второй метод так вот они не сходятся то есть масса определенная по яркости звездного населения и масса определенная по динамике диска разошлись масса определенная по динамике диска оказалась существенно выше до этого дошли не сразу и надо сказать я был я еще помню самого начала когда разгорались спора о том если или нет темная материя в галактиках многие очень сомневались в том что это она существует но ситуации изменил изменила вера рубин это но она сейчас уже постарелая не знаю мы быть даже и умерла несколько раз приезжала в москву это крупный астрофизик в соединенных штатах америки она открыть у военных выпросила электронно-оптический преобразователь такого типа который биноклях ночного видения делается но только там специально рассчитан на более слабые потоки состыковал его со спектрографом получила возможность спектр мерить очень далеких областей галактика центра вот кривое вращение которое она получила вот здесь вот видите расстояние килопарсеках там 25 30 килопарсек я значит 30 килопарсек это уже примерно 100 тысяч световых лет между прочим ну вот видите что скорости вращения остаются постоянными и не падают в большинстве случаев по мере удаления центра это абсолютно не согласуется с тем что ожидалось ожидалось что когда галактику над галактики отойдем подальше скоро должна падать как падает скорость планет скорость движения планет по орбите если идти от меркурия и до самых далеких планет ожидали что-то похожее этого похожего не было значит вот вывод ее неизбежен вывод что вещество в галактиках не так сильно концентрируется к центру как яркость поэтому по распределению яркости в галактиках нельзя судить распределение масс в них очень очень дипломатично очень она не говорит до темной материи она говорит вот противоречие нельзя судить получается что как бы скорость выше чем ожидалось вот реально вот конкретный пример наши любимые туманность андромеды наша соседка скорость вращения и расстояние от центра в минутах дуги вот здесь две линии вот линия оранжевая это измерение скорости а линия синяя это то что ожидалось бы без всякой темной массы то есть в центре влияние темной массы абсолютно незначительно почти нулевое чем дальше от центра тем она существеннее существеннее а дальше она вообще должно преобладать поэтому вот вот пожалуй самый наглядный пример вот который я нашел это галактика нжс 2915 маленькая это небольшая карликовая галактика вот она здесь оптическая фотография и на нее наложено изображение в в линии 21 сантиметр изображение как распределен водород вот сама оптическая галактика вот она вот вот небольшая галактика там бар у нее еще там просматривается а вот в том же масштабе нанесено распределение газа и вот весь этот газ довольно быстро вращается вокруг центра ясно что маленькая карликовая галактика если бы вся масса была заключена именно в ней она бы не могла вообще удержать такой гигантский газовый диск а он еще так вращается то есть он вращается в гравитационном поле которое не имеет никакого отношения к звездам этой галактики вот это есть проявление темной массы вот за самый второй аргумент о котором я говорил то есть тогда нужно считать что то что мы принимали раньше за галактику это только ее оптическая часть это видимая галактика а она должна быть окружена ну и проникающие в нее тоже это не просто не оболочка а все за ним проникающие до самого центра темное гало из темной материи который пока никто ничего сказать больше не может ну перейдем как же аргументу три он оказался решающим аргумент номер три связан а он связан прежде всего с влиянием гравитации на лучи света лучи красного синего зеленого света они от одинаковым образом отклоняются в гравитационном поле как это и полагается по законам физики но гравитационное поле действительно заставляет отклоняться лучи от прямой линии и они поэтому большой массой могут просто фокусироваться поэтому вот такая ситуация когда гравитационное поле играет роль линз называется гравитационным линзированием это гравитационная линза вот она фокусирует но правда отличие от обычной линзы громадная потому что нормальная линза имеет просто . фокуса куда собираются параллельные пучки лучей а гравитационная линза у нее нет точки фокуса у нее есть линия фокуса и на каждой точке линии собираются фокус лучи которые на определенном расстоянии от центра линзы прошли поэтому хорошего красивого изображения источника эта линза никогда не построит она построит изгаженное изображение и даже один и тот же объект может разбиться на много много разных изображений ну вот это эффект долго искали эффект эффект гравитационного воздействия на свет астрономических объектов но его можно проверить только астрономически вот лабораторным путем физики не могли проверить существует ли такой эффект или нет хотя он предсказывался еще ньютоном ньютон первый задал вопрос который как раз послужил отправной точкой не действуют ли тела на свет на расстоянии и не является ли это действие более сильным на меньшем расстоянии то есть тела должны своим гравитационным полем как-то влиять на свет количественно оценки сделал правды ньютон сделал в более сколько там 200 или сколько прошу господи боже мой ты больше двухсот лет назад сделал зольдер в 1701 году получил формулу которая сейчас хорошо известно это угол в радианах насколько отклоняется свет гравитационным полем тела с массой м на расстоянии r проходящая от центра а дальше опять цвики вот он писал прошлого летом доктор зворыкин это наш российский изобретатель телевидения как вы знаете работавший в америке заметил мне о возможности образования изображения как результат действий гравитационных полей как следствие я провел некоторые вычисления и вне галактические туманности так раньше назывались галактики вне галактические туманности имеют гораздо больше шансов чем звезды для наблюдения эффектов гравитационной линзы ну осталось только искать ну на самом деле здесь требуется высокое разрешение требуется сказать большие телескопы гравитационные линзы были найдены и найдены в большом количестве особенно когда речь идет о массивных галактиках или о скоплениях галактик которые играют роль такой гравитационной линзы я покажу вам некоторые несколько примеров ну во первых схема вот у нас источник это телескоп если бы не было вот этого скопления мы бы увидели просто вот в этом направлении источник но свет который идет в раз в других в других направлениях тоже проходит вблизи массе массы скопления отклоняется от прямой линии потом опять выходит напрямую и не меняя своей частоты на той же самой частоте приходит к телескопу в спектр он не раскладывается скрип и можем видеть таким образом вот по этой схеме один и тот же источник в разных направлениях если у нас точно источник находится по оси вот прям по центру и вся когда дача симметричная то источник вообще должен размазаться в кольцо это кольцо называется кольцом эйнштейна ну теперь обратимся к фотографиям да это конечно анимация вот так выглядела бы галактика если бы на его фоне прошло некая гравитационная масса и исказила бы изображение это естественно не наблюдение это компьютерные штучки а вот наблюдение вот фотографии далекой галактики которая линзировала более долю более еще более далекую растут и растянула его изображение в кольцо еще одна фотография вот это тоже фотография это также далекая галактика точно по оси где-то находится а мы видим ее форме кольца вот четыре квазара посредине ядро массивной галактики когда начали измерять спектры этих квазаров они оказались тождественны когда один начинал чуть-чуть менять свою яркость точно повторяли изменения все остальные три это один и тот же квазар один и тот же объект который разбит на четыре изображения гравитационной линзы ну тогда можно использовать гравитационное линзирование для честного измерения массы потому что весь этот эффект зависит от того насколько массивное тело создает это гравитационное поле и начали использовать этот эффект для оценки массы иногда гравитационное линзирование прикуп приводит вообще к чудесам посмотреть как например одна и та же галактика исказилась в гравитационном поле скопления вот в рамочке эта фотография она вообще не похожа это на самом деле это одна галактика то есть изуродована это до невозможности на самом деле она хорошая симметричная но вот такое изображение построила гравитационное поле но давайте посмотрим так значит к чему привели эти оценки они подтвердили что массы галактик и массы скопления особенно мы еще поговорим значительно больше чем масса видимого вещества в них вот это самое главное вот это аргумент 3 это аргумент 3 по которому чуть темная невидимая материя значительно превосходит по массе видимую ну тогда посмотрим каких галактиках больше всего темной массы обнаружено есть два типа галактик где почти вся масса находится в форме темной материи это карликовые галактики и галактики низкой поверхностной яркости карликовые галактики это галактики в сотни и в тысячи раз меньше по массе чем наш мелочный путь а галактики низкой поверхностной яркости это галактики которые в десятки и в сотни раз имеют меньше звездную плотность они имеют низкую поверхностную яркость их очень трудно на небе сказать обнаружить поэтому скажем до 70-х годах прошлого века них вообще ничего не было известно даже термина такого не существовало ну вот галактики низкой яркости почти придраки они едва едва видны но их масс массы гигантские 10 10 в 11 масса солнца скорости вращения такие же как у нормальных галактик но только их светимость в десятки и сотни раз ниже чем у обычных галактик такой же массы но я вам покажу для примера вот это сильно оконтрастированные усиленные по яркости изображения а гигантской карликовой галактики марина 1 значит по сравнению с ней я вот прикидывал вот наш млечный путь в которой мы живем и каким которые мы заслуженно гордимся я правда не знаю в чем наша сослуга но это примерно это примерно вот это пятно это правда исключение то это самая большая из известных галактик если поменьше есть совсем карлики но вот например вот галактика низкой яркости это тоже довольно из и сильно увеличенные по яркости изображения вот а вот предельно слабая галактика низкой яркости вот ее звезды а вот на фоне звездного неба то есть вот здесь звезды галактики а здесь вот как на это наблюдается на небе попробуйте найти среди близких звезд вот этот слабенький звездочки это было найдено это одна из самых мало массивных галактик самой низкой яркости которые пока известны это галактика ретикулум 2 здесь почти все вещество можно отнести к темной материи а звезды только небольшая добавка если бы она была далеко мы бы не видели отдельных звезд мы вообще ничего не знали о ее существовании но гравитационное поле то не спрячешь мы могли бы узнать по гравитационному воздействию на другие тела а вот в прошлом году или в четырнадцатом скорее был сделано и любопытное открытие галактики предельно низкой яркости были найдены в скоплении волосы вероники сок лет скоплении кома вот это вот яркие пятна это нормальные галактики которые были известны и до этого а потом нашли примерно пол сотни галактик вот здесь вот они в кружочке отмечены очень низкой яркости особенно некоторые из них и тем не менее размер у них как у обычных галактик там 5 7 10 килопарсек и они вращаются и более того ведь это скопление скопление галактики за миллиарды лет не раз пройдут друг около друга там очень сильные приливные такие силы действуют между ними если бы эти галактики вот составляли собой просто такое разреженное скопление звезд они давно бы рассыпались они существуют и вот по оценкам в этих скоплениях в этих объектах количество темной материи примерно в сто раз больше чем количество видимо это ну как в нашей галактике в пределах оптического радиуса галактики тверд темная материя и видимая материя примерно сопоставима примерно 50 50 а здесь в сто раз вот но самое любопытное вот в этом году бы вышла статья давайте попробуем найти эти невидимые галактики вблизи квазаров и вот выбран был квазар с большой с красным смещением там около двойки это расстояние где-то 10 миллиардов световых лет до него квазара это мощная ультрафиолетовая лампа и если есть какие-то невидимые объекты хоть немного содержащие газ то ультрафиолетовые влучения квазара должно возбудить их свечение и вот в линии водорода наблюдались это поля вокруг квазара и нашли целую серию объектов которые светятся в линии водорода ни на каких оптических фотографиях даже на хаббловском телескопе их следов нету следов этой галактик нету ничего не видно только в линии водорода то есть есть газ а звезд очень мало если бы квазар потух там для нас эти галактики просто стали бы галактиками призраками мы бы вообще не видели вы их так может быть они вообще существуют существует ли галактики невидимые которые движутся в пространстве мы их не видим они вполне могут быть рядом с нами по коррекционном поле мы их можем обнаружить но они на самом деле существуют конечно существует вот вам пример галактика в 29 очень интересный объект типичная форма взаимодействующих систем когда две галактики сближаются то такие приливные хвосты длинные как правило образуются у спиральных галактик все хорошо но дело в том что нет 2 объекта нигде вообще вот в окрестностях этой системы нет то есть это взаимодействие с неким невидимым объектом еще один это галактика gc 1961 изуродованная асимметричная форма а с какой стати у него нет ни активного ядра не близкого соседа скорее всего здесь тоже речь идет о взаимодействии с галактикой призраком но все-таки самое большое количество темной материи конечно в скоплениях скоплениях вообще оказывается что хотя мы называем скопления галактик галактики в скоплениях они на третьем месте стоят на первом месте темная материя на втором месте горячий газ и только на третьем месте галактики благодаря которым мы эти скопления и обнаруживаем вот вам пример гигантское скопление и гравитационные линзы линзирования галактик находящихся в несколько раз дальше вот эти вот дуги выходящие на фотографии фотографии сделано хабблом телескоп хаббл тут на самом деле ничего нет это это духи это изображение галактик которые находятся гораздо дальше но при этом они усилены по яркости то есть получается что природа в наше распоряжение дает естественные телескопы где роли линзы играют гравитационные поля скоплений или галактик и мы можем как бы с помощью этих телескопов видеть более далекие объекты более яркими чем было бы видно без них только вот мы не можем настраивать эти телескопы на тот или иной объект просто вот как они природой заданы вот смотри любуйся вычисляй и размышляй вот еще один пример вообще такое ощущение что это искусственно что-то на царапано на изображение а ведь это фотография далекого скопления галактик это линза ну вот а здесь вообще в к ситуации очень любопытно очень хорошо видны объекты это уже изображение далеких галактик они видели более одинакой по форме на самом деле это одна и та же галактика потом ее размер и форму удалось восстановить на компьютере но просто галактика разбита на несколько изображений ну это сильное линзирование называется вот когда мы видим искаженные изображения объекта сильно искажен и это сильное линзирование но есть еще понятие слабое линзирование и он это сыграло решающую роль вот слабые линзирование то вот что такое вот это конечно это не фотографии это компьютерное моделирование вот здесь где-то здесь есть предположим некоторая масса которая искажает изображение вблизи этой массы это дуги но статистически можно уловить растяжение вот такое азимутальное растяжение изображений даже если она далеко от линзы находится надо просто иметь много-много источников фона и выделить статистически вот как у нас преимущественная ориентация вытянутости галактика распределена вот это называется слабое линзирование то есть которое линзирование эффект которого определяется не по одному объекту а по статистическим данным по анализу тысяч изображений далеких галактик и вот это слабое линзирование позволяет определить распределение темной массы на больших расстояниях от гравитирующих скоплений вот на по вот пример это оптическая фотография вот я имею ввиду это черно-белая а розовая это карта распределения массы безотносительно к природе линзирование одинаково для нее для линзирования нет разницы между темной и светлой материей просто масса в целом распределена так как вот эти два пятна кстати там второе пятно это второе скопление немножко поменьше прекрасно по линзированию это все находится и поэтому получается масса скоплений непосредственно вычисляемая до больших расстояний что же оказалось масса скоплений примерно в сто раз а в нескольких случаях и больше больше чем если сложить масса всех галактик вот это очень важно понять как же это так получилось что же это за такая среда которая просто забила то что мы считаем на объектом изучения астрономии непосредственным мы же не видим это темной материи вот из чего она состоит то кандидата было очень много представлена но от самого начала говорит может быть это очень большое количество карликовых звезд мы их не видим они слабенькие так где-то между звездами и планетами если их очень много они могут создать мощное гравитационное поле оставаться практически невидимы юпитера то есть большое количество планет так разбросаны по всей галактике и составляют основную массу было такое предположение белые карлики нейтронные звезды черные дыры которые образуются в результате эволюции звезд они тоже гравитационное поле имеет увидеть нельзя может из них состоит черная материя темная материя все это было а проанализировано и не только это нейтрино как элементарная частица которая может который может быть очень много количество нейтрино известно но следует из теории расширяющейся вселенной вопрос только в массе стерильные нейтрино это так это четвертый тип нейтрино который не взаимодействует ни по одному из каналов взаимодействия известным физиком то есть сильная слабая электромагнитная это не для них поэтому их обнаружить практически невозможно их тоже может быть много это предсказание предсказание теории суперсимметрии но сама теория еще требует подтверждение они никак все не приходят вот наконец реликтовые черные дыры то есть черные дыры которые возникли на ранней стадии расширения вселенной еще до того как возникло даже реликтовое излучение когда материя была очень плотная а вот это вот вимпс это аббревиатура английских слов викли интерактинг мы если в партиклс это означает массивные частицы ну многократно массивные протона который слабо взаимодействует с веществом и такие частицы несколько типов таких частиц теория может теория предсказывает что они могут существовать но не доказывает что не существует могут а то есть они вписываются в реальная теорию элементарных частиц но потом по каждому пункту анализ был не очень тщительный карликовые звезды их искали в том числе и по линзированию их слишком мало для объяснения темной массы юпитера слишком мало в природе это показало анализ числа звезд предельно низких масс властях звезд образования и вообще микролинзирование тоже показалось что их немного белые карлики нейтронные звезды как результаты эволюции звезд не могут быть в большом количестве потому что такие массивные звезды выбрасывают тяжелые элементы в пространство ему подожили бы в вселенной совсем другим химическим составом мы знаем химический состав газа он не требует большого количества не это и массивных звезд которые могли бы объяснить скрытую массу нейтрино всем хороша частица но массы и удалось померить она меньше одного электрона вольта это все ну может быть там 10 процентов скрытой массы объяснит но не более стерильные нейтрино ну вопрос конечно это остается открытым если они только существуют есть только косвенные косвенные аргументы в том что частицы есть но к количестве этих частиц а массах пока рано говорить реликтовые черные дыры это вообще сказать непонятно будут есть они не из какой теории общем то не следует что они должны быть хотя они понимаете в наши в в в науке сейчас очень трудно что-нибудь доказать гораздо проще опровергнуть какие-либо аргумент аргументы вот это объекты не очень подвергается не доказательством не опровержению потому что неизвестно как могут образоваться и почему вот наконец вот эти вот последние отдельные частицы слабо взаимодействующие с обычной материей это считается наиболее вероятным определяется их масса ну что можно сказать если у нас есть темная масса она должна состоять из каких-то частиц что можно сказать про этих частиц на первый взгляд вообще ничего ну не известно но однако что то можно во первых они не должны взаимодействовать скажем по каналу сильного взаимодействия или электромагнитного взаимодействия с обычным веществом иначе бы это взаимодействие просто проявилась достаточно ярко и наглядно во вторых мы знаем что эти частицы не должны быть реликтивистскими потому что если бы они имели скорости очень большие они бы не удерживались в галактике и не образовывали бы ее как такую как систему замкнуть гравитационно замкнутую систему то есть что-то можно сказать но еще больше вопросов так вот для того чтобы поймать частицы в разных странах строится специально обсерватории лаборатории вернее физически которые которые рассчитаны на то что хоть изредка частицы любой природы все-таки как должна все-таки хоть изредка но откать ударяться об обычный атом тогда рождаются другие частицы в частности электроны которые производят фотон значит идея очень внешне очень простая нужно абсолютно темные в комнаты где нет никаких источников света сделать искать фотоны которые сами по себе рождаются то есть должен быть стоять много фотоумножителей которые реагируют моментально на любой фотон который на них попал но если бы мы сейчас просто сделали темную комнату без всяких щелей и сделали бы этот эксперимент нас фотоны рождались бы непрерывно потому что есть такие частицы они называются мемизоны они от частица косметичных космических лучей они нас с вами дождем обливают непрерывные днем и ночью вот они могут рождать эти фотоны поэтому чтобы от них освободиться нужно зарывать обсерваторию и лабораторию глубоко под землей так вот это делается в разных странах но только одна страна заявила что им ему удается ловить частицы темной материи это это италия это обсерватория гранд сассо находится очень глубоко в горном массиве это туда вход вот здесь в качестве детектора используются там на 3 йод кристаллы идеальная частота но спрашивается а если мы освободились и от мемизонов они не проходят толщу горных пород а все-таки какие-то фотоны идут откуда они могут взяться ну тогда единственным источником земным может быть только радиоактивный распад атомов пород горных ну в небольших количествах везде есть там уран тори там все что хотите вот поэтому нужно не просто искать эти вспышки отдельных отдельных фотонов нужно еще оценить превышение над ожидаемым фоном а это очень сложно делать но эти товарищи пошли очень интересным путем они говорят что если есть какие-то фотоны которые рождаются частицами темной материи то их количество которое приходит за единицу времени должно быть модулирована движением земли то есть меняться в течением года как это понять вот есть солнце есть земля она обращается вокруг солнца а солнце сама движется в галактике он скорость 230 там километров в секунду вокруг центра галактики идет значит земля полгода прибавляет свою скорость к скорости солнца полгода вычитает и скорости солнца поэтому земной наблюдатель будет двигаться с разными скоростями по отношению к частицам к частицам темной материи вот быстрее всего движется где-то в июне земля скоростью падает такую скорость это складывается со скоростью солнца значит она будет двигаться как бы навстречу этим частицам частиц за единицу времени будет больше приниматься значит должно быть модуляции они говорят да мы это обнаружили вот и график многолетний вот здесь вот это в днях но это это годами копилось это установка дома либра 250 килограмм это масса самого детектора где ищут возникновение фотонов вот они говорят вот мы нашли мы не знаем природу но это что-то неземное потому что мы все все мы исключили это превышение над тем уровнем которые дает обычный фон из радиоактивных элементов пород ну все схватились за голову американцы начали строить свои установки японцы начали строить кончилось с тем что построили установки которые превышают чувствительность этого прибора в сто раз и ничего не обнаружили удачу пор так никто не понимает то есть это поэтому общее такое скептическое настроение к экспериментам италии но ими руководит очень такая энергичная экспансивная женщина которая и слышит не хочет то что они ничего не обнаружили говорят вы не там ищите неправильно ищите вот вы вот пожалуйста наши результаты вот смотрите и признайте сейчас уже тогда американцы уже разозлились начали отпущено большое количество денег на такую установку которая вообще перекроет энергетический диапазон возможных частиц и тогда уже вообще поставить на всем этом деле жирную точку если итальянцы не правы а может они правы я не знаю вот но во всяком случае это пока единственная обсерватория которые говорят да мы действительно обнаружили частицы темной материи но это знаете как по старому таком есть старая такая есть шутка вот когда когда теоретик рассказывает о своих работах то никто особенно им не верит кроме его самого когда наблюдателя рассказывает о своих работах то все это ему верят кроме опять таки ему смогу ну во всяком случае вопрос остается открытым ну что пойдем дальше тогда давайте тогда другой канал информации дело в том что как из каких бы частиц не состоял в черной материи частицы должны содержать по принципу симметрии и античастицы и время от времени между ними должна быть аннигиляция и можно рассчитать правда не очень точно по разным каналам что при этом получается должны возникать мизоны должны возникать и гамма-кванты должны возникать нейтрино давайте искать потоки нейтрино и потоки гамма-квантов из галактика которые состоят почти исключительно из темной материи ну вот это была основная работа космического аппарата ферми соединён насовского который работал в работает в гамма диапазоне течение семи или восьми лет копили сигналы от слабеньких галактик состоящих из темной материи в основном вот одна из этих галактик это оптическая фотография здесь очень слабенькая галактика и количество звезд там в тысячи раз меньше чем в нашем личном пути темные массы здесь сто раз больше чем видимый в общем было где-то 15 или 20 галактик в качестве целей использованы и они тщательно искали превышение гамма фона в направлении на эти объекты состоящие из темной материи чтобы уловить сигнал результат 0 ничего не нашли вот в этом то и проблема значит все эти косвенные методы регистрации они разные даже у нас на озере байкал есть нейтринная обсерватория которая тоже ищет нейтрина которые могут возникнуть в результате аннигиляции частиц темной материи ледяной массив антарктида где такая есть система ice cube для поиска нейтрина гамма телескопы подъем на воздушном шаре космические гамма обсерватории ничего не находят нету темной материи экспериментально они никак не поддается обнаружению ну тогда сразу всегда мысль начинает двигаться в других направлениях мог еще все это нет нет не так уж не такое как мы думаем может быть это все иллюзия связано тем что мы просто не понимаем счет очень существенного вот и тогда вы на первое место вышла такая очень незамысловатая идея вот есть законы ньютона они прекрасно описывают поведение планет комет все в солнечной системе прекрасно описывают движение звезд в галактиках все абсолютно точно но мы знаем что вот есть когда есть гравитационный поле очень сильная то классическая ньютоновская гравитация должна немного меняться и это уже пере переход к общей теории относительности к теории гравита к теории гравитации основы которые были заложены энштейном в очень сильных гравитационных полях ньютоновская физика врет тут надо другую теорию вот теория гравитации блестящее подтверждение ей это открытие гравитационных волн так почему бы не считать что там где ускорение наоборот очень слабые тоже должна меняться выражение для классик классическое выражение для закона всемирного тяготения просто мы в этим к в этим слабым ускорением эти слабые ускорения в случае галактик имеют место а в солнечной системе или внутри нашей галактике до таких ускорений дело не доходит и вот тогда возникла нет ньютоновская модифицированная ньютоновская динамика сокращенным он то авторы и 1 в основатель это это астро астрофизика еврей на работающий в израиле это фамилия у него миг миль гром очень между прочим крупный уважаемый ученый вот его предложение что есть должно быть введена еще одна константа он обозначил эту константу а 0 это вот это ускорение которое очень маленькой 2 на 10 минус 8 сантиметров секунд за секунду если ускорение реально больше чем а 0 то это чисто ньютоновская физика ускорение это произведение гравиационной постоянной масса делить на квадрат расстояние а если а много меньше а 0 то она должна замениться другие формулам другой формулы которые если это так то автоматически объясняются примерно постоянной скорости вращения у галактик на больших расстояниях от центра ну это очень важное конечно заключение но нужно это все проверять и надо надо сказать что сначала к нему относились не очень серьезно сейчас в серьезных журналах печатаются поставляют ищут плюсы и минусы этого подхода вот самый большой плюс это тоже такой подход позволил теоретически объяснить наблюдаемую зависимость скорости вращения от массы галактик вот здесь скорость вращения здесь масса вот эта линия но это наклоны логарифмический наклон четверка она точно просто следует из теории мельгрома вот это сам большой плюс теории но масло в огонь подлела ситуация с аппаратами пионер 9 и 10 я вот не знаю как ситуация сейчас вот с космическим парадом новый горизонт и который пролетел мимо плутона но здесь возникла такая ситуация что эти аппараты когда они ушли за орбиту урана появилось небольшое расхождение между их координатами и координатами которые дают компьютеры которые должны иметь вот интегрируя скоростях изменение скорости вдоль пути расхождение небольшое ускорение там тоже порядка вот это 10 минус 8 сантиметр на секунду квадрат это крошечное ускорение при таком ускорении если тело обладает таким ускорением вот как а 0 то она скорость от нуля через 300 лет будет один сантиметр в секунду но это ускорение вспомните что пройденный путь это от и квадрат пополам начата там как квадрат времени она может все-таки привести к заметным отклонением положения тела так вот получается что когда начали проверять орбиты космический аппарат пионер 910 а потом мы вояджеры тоже оказалось что солнце притягивает как бы как будто бы немножечко сильнее то есть вот найдено отклонение от тех значений которые были предсказаны предсказываются классической физикой вот это отодачило людей очень многих и возликовали часть физиков которые вот как раз стоят на точки зрения теории мельгрома ну правда ситуация опять-таки не очень ясно и потому что вот наш наш россиянин но работающий в америке вячеслав турашев нашел другую причину когда можно объяснить естественным путем но причем очень оригинально я просто скажу вот любой аппарат он содержит источники тепла но это радиоактивные источники которые подогревают аппаратуру всегда естественно они находятся вот за антенной антенна направлена сторону земли ну любой источник тепла излучает тепловые волны как нагретое тело излучает во все стороны но те тепловые лучи которые в сторону антенны направлены они отражаются от нее и создают реактивный эффект он показал что принципе это может быть как раз такого порядка ну опять-таки это хорошо это есть возможность так объяснить но надо еще следить за другими аппаратами я не знаю судьбу новых горизонтов которые сейчас уже пролетели плутона может быть там есть тот же эффект но самое любопытное что так а 6 происходит так отлично тогда американские молодые исследователи в соединенных штатах они решили экспериментально проверить нарушаются или нет закон ньютона на маленьких ускорениях вот они придумали они взяли самые чувствительные весы или самый чувствительный прибор созданный человеком наверное это торсионный маятник вот такого типа на котором мы все которым еще кулон открывал свой закон кулон вот они использовали в хорошей добротностью маятник которые крутятся любой маятник как любые качели проводят проходят точку равновесия с нулевым ускорением вообще 0 поэтому уж около положения равновесия должно как-то накапливаться отклонение от чисто ньютоновского приближения если таковой действительно имеет место вот эта статья которая была опубликована в журнале просто я ее обложку это журнала взял заглавие статьи и короткое режиме они качали этот маятник довольно долго и упорно занимались статистикой и говорили никакого отклонения нету нету никакого отклонения которое могло претендовать на объяснение всех этих эффектов правда сторонники теории мельгрома говорят что это какую массу вы мерили эта масса инертная а там нужно брать грационную массу но по современной физике это тождественные понятия на этом базируется нашим скажем общее относительности но если эта масса оказывается хоть немножечко разные это очень серьезные переделки здесь нужно во многом но опять-таки вопрос остается открытым но потом появились аргументы которые делают эту теорию на вот мельгрома достаточно сомнительный дело в том что же среди галактик есть галактики которые окружены кольцом вещества вращающимися в перпендикулярном направлении по отношению к звездному диску такие галактики называются галактиками с полярными кольцами и вот вращение самой галактики дают нам распределение массы одном направлении а вращения кольца противоположным перпендикулярном направлении и можно посмотреть какую форму имеет гравитационное поля самой галактики и оказалось что темное голову а именно она преобладает на больших расстояниях во многих случаях трехосная и вот если это подтвердится то это все это это гибель для теории монт потому что у нее все зависит только от ускорения и поэтому во все стороны должны быть отличие от ньютоновской от ньютоновской теории одинаково поэтому все должно быть сферой ну другой удар нанесены был нанесен распределением темной массы в двух сталкивающихся скоплений галактик они столкнулись но галактики это звезды и газ звезды друг с другом не сталкиваются атомы газа сталкиваются так вот здесь два скопления вот это одно это другое они прошли друг сквозь друга оба скопления богатый газом этот газ остался между ними ну столкнулся все передать обмен импульсом и газ остался скопление расходится уже без газа но мы видим что вот это синяя пикси не пятна всего простите синие пятна так синие пятна это распределение темной материи по слабому линзированию мы видим что слабое линзирование отслеживает именно скопление то есть она состоит из частиц которые тоже не сталкиваются между собой не теряют своего импульса поэтому мы отсоединились от газа хотя основная масса в газе по сравнению со звездами вот и это невозможно объяснить в рамках теории мельгром вот поэтому вот сейчас я рассказываю про ситуацию которая еще далеко до своего разрешения я не не ставлю точку на этом просто говорю насколько интересно сейчас стал сейчас стало в науке ну вот но пожалуй что теоретикам больше всего нравится в пользу темной материи аргумент теоретического характера потому что без добавочной гравитации мы не можем объяснить образование галактик плотность вещества видимого слишком мало чтобы случайные флуктуации за миллиард лет могли образовать галактику а то что галактики образовались там через миллиард лет уже после начала расширения вселенной некоторые дуга говорятся где там центр расширения вселенной центра все существующие космологические теории исходят как из базового принципа что центра выделенные точки которые называют центр расширения природе не существует это начиная с фридмана но вот хотят центр не существует но все таки у нас в каждой области пространства плотность все время падала по мере расширения и галактик просто не получилось бы если бы все гравитационное поле сидела в том веществе который мы сейчас наблюдаем форме звезд и газа а вот с темной материи которая можно уже исходя из космологических моделей оценить сколько у него должно быть все сходится концы с концами сходятся то есть теоретически модели показывают как темное вещество ведет себя в расширяющейся вселенной она собирается в комки вот и дальше уже сквозь него просачивается обычный газ который формирует обычную галактику вот таким образом объясняется вот так крупномасштабная структура вот фойе планетария там вот эта картинка по моему есть и хорошо видно когда вы выйдете посмотрите некоторые думают что это просто газ нет это распределение темной материи где-то 1 5 1 6 там есть газ а 5 6 это темная материя это то что компьютер дает нам схему как возможную схему образования галактик вот но а вот как реально распределены галактики это распределение галактик по всему небу это в на 2 микронах разные цвета это галактики на разных расстояниях они образуют вот такую вот структуру сеточную но не такую красивую на как-то прошлом снимки слайде просто потому что мы же в проекции видим сразу же разные на разных расстояниях вот эти вот потоки ну вот таким образом галактики состоят из обычного вещества который миллиарды лет назад просочилась сквозь голой из темной материи формировала звезды а потом звездная активность заполнила это горячее голо газом и вот последние годы начали находить этот слабый разреженный газ в других галактиках на расстояниях до 200-300 килопарсек от центра где никаких звезд уже нету это как бы дополнительный аргумент пользу того что то что мы называем галактикой это только ее оптической наблюдаемая внутренняя часть реальная масса если учитывать голо для в галактике гораздо 100 больше ну а радиус больше но в несколько десятков раз вот как изменился наш взгляд на мир то есть мы рассматриваем нашу галактику есть газовое гало и все это должно удерживаться в гравитационном поле темной материи ну а сколько же темной материи скажем в земле вот если в таком объеме какой занимает земля вот взять такой куб размером там 10 тысяч километров где-то чтобы вот земля как раз влезла то средняя характеристика по плотности плоскости нашей галактики дает что в нашей галактике в объеме земного шара содержится в среднем около 10 килограмм обычного вещества состоящего из атомов и около 1 килограмма темной материи это объем земли но вот когда мы переходим к объему галактики ситуация меняется кардинальным образом в голову галактики темной материи в 50 раз больше чем обычной почти 1000 миллиардов масс солнца ну вот к чему же мы пришли мы пришли к тому что до сих пор то что мы наблюдаем это некая вершина айсберга вот тут звезды галактики вот а вот все то что есть это как бы целиком айсберг так вот весь видимый мир это звезды плюс газ плюс все твердые тела это два процента материи вещества два процента вещества 98 процентов это темная материя которая состоит в небольшом количестве из атомов это вот горячий газ мы его просто не умеем еще наблюдать но не барионные то есть не атомные на долю не атомного вещества приходится примерно 90 процентов всего вещества ну вот откуда мы знаем что так мало приходится на атомы это не наблюдать на теоретической оценкой она связана она столько справедливо насколько справедливо существующая космологическая теория большого взрыва она хорошо объясняет наблюдать образование систем галактик и многие наблюдательные факторы так вот очень просто по соотношению между водородом гелием и литий-7 эти три элемента они космологического происхождения гелий образовался на стадии когда вещество вселенной имел очень большую плотность и там же немножко литий-7 так вот соотношение между водородом гелий литий-7 которые наблюдают однозначно приводит к выводу что атомы все составляют не больше пяти процентов всей материи то есть вещество из атомов это не больше пяти процентов всей материи если было бы больше тогда успела бы образоваться больше гелия и больше других элементов поэтому мы говорим что не барионная то есть не состоящие из атомов вещество преобладает ну а собственно говоря я подхожу к концу какой вывод темная материя это остается гипотезы вы должны сразу это понять но вероятнее всего она все-таки верно и тогда надо признать что все виды материи которые ученые исследовали до сих пор от планеты звезды гигантских галактик составляют в лучшем случае несколько процентов всего вещества заполняющую вселенную а остальное пока вопрос открытый меня только путать теперь еще есть такое понятие темная энергия и вообще не касался она никакого отношения не имеет к материи вот я просто говорю о веществе вот вещество скорее всего в основном природе темная чем так ну я готов ответить на вопросы сейчас я проговорил но если нас не выгонят из аудитории значит я говорил что галу и она галу она имеет форму сферы но с плюс тут и вот и есть трехосность обнаруженного никогда измерено некоторых случаях достаточно надежно то есть похоже на сферу но не снова приплюснута она более сложную форму это вот направление с плюс ну то есть она оказывается разной на разных расстояниях от центра форма который не передается простой формулы до диска от она не склопывается потому что частицы движутся быстро то есть скорость движения частиц у темной материи такая же как скорость движения у атомов газа которые этот же самый объем и заполняют эта скорость и несколько сотен километров в секунду это достаточно чтобы ничего не схлопывалось да пожалуйста так пушу вам спасибо за очень и очень интересный рассказ скажите пожалуйста правильно ли я понял если я не прав поправьте пожалуйста если вот вы сам в самом конце сказали о том что собственное вещество 100 лет 5 процентов а тем вы из атомов и из атомов а темной материи правильно я понял что в таком случае темная материя является первичной по отношению к большому взрыву потому что или вещество стоящие из атомов ведь если верна теория большого взрыва но состоялось именно оттуда да да правильно спасибо не правильно поняли то есть атомы и ядра атомов образовались на каком-то очень раннем этапе расширения темная материя в это время же было вопрос такой вы говорили про материю темная материя темная энергия что она есть путайте это четко и темная энергия вообще не знаю я бы не стал такую легко сделать одна вот темная материя если мы ее не видим и не очень представляем ее природу почему мы и называем материей ну что вообще тогда материя значит материя это то что состоит из частиц или тел вот все вот она может быть и не из атомов ну скажем нейтронные звезды тоже не из атомов состоят вот это же материя вот свет это тоже материя вот любые элементарные частицы которые мы знаем это все материя вот ну а это за взаимосвязанная вещь части значит темно темная материя это тоже материя но только она обладает такими свойствами что она очень слабо взаимодействует с видимой материей вы знаете я не немного многом не стал вам говорить потому что есть более экзотические теории далеко гораздо идущие чем эта теория мельгрома ну ну есть не знаю вот мир мне очень симпатично сказать теория зеркального мира вот эта теория она кстати имеет некое обоснование но пока его ее проверить также сложно и закопать так трудно как и доказать что вот у нас есть какая-то симметрия вот вещества больше антивещества меньше природе должно быть асимметрично в это все это уравновешивается другим зеркальным миром зеркальный мир состоит из частиц как бы отраженных в зеркале то есть есть такое понятие спин у частиц вот там спина все противоположные вот тогда это точите тот мир из тех других частиц просто не будет взаимодействовать с обычными частицами ничего не получится никакого взаимодействия кроме как гравитационно но этот другой другие частицы они гравитационно сцеплены с нашим миром и то есть это они не какую-то там параллельную вселенной борту это та же самая вселенная только из невидимых частиц и там если из этой циркальной материи тоже могут образовываться звезды планеты и кто-нибудь там живет и удивляется что есть темная материя до них темной материи наш мир пожалуйста это очень красивая теория ну а ну вот ну вышеду не да не могу это не неизвестно сколько больше больше это на грани науки и фантастики вот скажем так поэтому не нужно воспринимать это как открытие но вот есть несколько таких любопытных теорий их несколько вот которые напрочь отказываются вот вот так вот классической интерпретации частиц темной материи что их можно искать того ищите щит черно не найдете вот это действительно не найдут это будет явно лет через десять вот тогда уже нужно будет серьезно думать о более экзотических и фантастических вариантах анатолий михайлович огромное спасибо за лекцию очень интересно я уже тоже этого владимир анатолий владимирович я уже оговорка по фрейду да вот значит я вот тут как среднеазиатский ученый честно говоря посчитала просто 67 километров от берется как как то что как хаббловское расширение 67 тире 72 километра в секунду на мега парсик тупо поделил у меня получилось что два метра два метра два на 10 минус пятнадцатый так сказать на на метр ну в смысле метров в секунду 2 2 на 10 минус 15 метров в секунду вот так вот на на метр на метр в смысле имеем ввиду масштаб солнечной системы масштаб земли а вот у израильского ученого у него там получал здесь минус девятый просто чуть даже больше половины если учитывать просто вот так до смешного хаббловское расширение в масштабах метра на планете земля вот так вот так сказать или это тогда бы все мы распухли бы да так сказать хаббловское расширение вселенной не работает в масштабах меньших мегапарсека там нет ни атомы и не земля они расширяются анатолий владимирович вот нам студентам когда мы были студентами вы рассказывали о том что темная материя состоит из загадочных частиц называемых вимпами ну да и их природы неизвестно а теперь это у вас одна из гипотез и далеко не первая значит остальные правдоподобные нет она так и я также и скажу она состоит из частиц природу которую мы не знаем у меня остается я просто сказал вам что это остается гипотезой пока частицы не будут открыты так она есть я вас не обманывал я и честно говорю что не знаю неизвестно ну что если бы все было известно как говорил луи паскаль несчастны те люди которые говорят что они все знают так еще один маленький вопросик а вот свете об обнаружении гравитационных волн вот следующим этапом многие ученые говорят что будет гравитоны возможно как раз разгадка тайны темной материи могли бы как-то прокомментировать вот этот ну гравитоны это не из этой оперы потому что ну да здесь это как как бесполезно говорить о фотонах когда речь идет о длинных радиоволнах вот здесь гравитоны имеют будут иметь длину волны порядка расстояния между звездами вот вообще если это открытие подтвердится это очень важно это прежде всего будет говорить праведливости теории и и очень важно это окажет свое влияние на представление о самых первых моментах расширения вселенной ну и конечно много попыток будет делаться повторить этот эксперимент уже ткать готова готова оборудование еще для одного такого вот г-образного латерного устройства который использовался который использовался в эксперименте лигу сначала австралия хотела этим заняться потом заявила что у нее нет денег тогда грубо говоря по-русски объявили тендер который выиграл и не поверите индия она будет строить вот мы здесь за горизонтом у нас денег не хватает даже на более простые вещи ничего нет практичней хорошей теории вообще успех вот мероприятия вашего по поиску частиц темной материи все таки зависит от хорошей теории мая вот поскольку человек часть вселенной и бессознательно различает что такое хорошо и что такое плохо а почему бы астрономом не квалифицировать материю как все таки сознание понимаете если вы будете относиться к материи как к частицам вообще не будет вообще никакого прорыва понимаете но вот не будет все почему потому что междисциплинарный синтез все таки ведет нас в гуманитарном направлении понимаете наличие плана наличие осознания наличие информационных энергий потоков но ведет понимаете бессознательно но астрономы вообще от этого дистанцируются не хотят это констатировать хотя вы несете огромную ответственность за формирование мировоззрения людей вы понимаете в чем дело вот ваша просто какую я не очень понял а вот почему бы вам не пересмотреть понятие материи в плане наполнение его гуманитарными смыслами понимаете как наличие плана то есть план первичен частицы уже могут быть а могут и не быть вы понимаете но материя сама по себе гуманитарная составляющая нашей культуры она настолько велика сильно и основательно а вы ее как бы я я ответил я отвечу так чтобы вот эти это проблемы и может быть даже нестыковки которые во которых вы здесь говорили они пока еще не вошли в сферу науки потому что о них можно говорить много слов но это не будет наукой потому что наука начинается тогда когда что-то можно проверить или опровергнуть вот наука еще не дошла до того уровня чтобы объяснить что такое человек и сознание вот я сказал свое мнение конечно само по себе это не свалится это знание это не зависит ни от нас само по себе эти знания с неба как интуиция не свалится и никакая библия вам откровение не даст если вы хотите понять как устроен мир вот поэтому мы движемся скать постепенно поскольку знаем что человек состоит тоже элементарных частиц и его действия тоже подвергнут подчиняются общим законам физики движутся в этом направлении но когда еще не скоро наука хватит все о человеке можно говорить об этом много но это будет просто потоки слов и все извините можно еще вопрос пожалуйста вот с другой стороны нахожусь а я пошел да пожалуйста вот если темная материя она увязана со светлой материей или вообще может жить независимо от нее и если взять во внимание что вселенная расширяется и расстояние между светлой материи тоже расширяется тоже расширяется ли расстояние между темными материями и что заполняет темная материя и светлая материя увязаны через гравитационное поле они искать вместе вы образовывали галактики но когда плотность того и другого стала достаточно большой то произошло частичное разделение потому что обычная материя состоящая из атомов это она называется диссипативной материи частицы сталкиваются теряют энергию и оседают там где это потенциально энергии минимально темная материя она не сталкивается или практически не сталкивается и она остается как есть поэтому сказать когда плотность стала большой преобразование галактик произошло отслоение темной материи вот материи из которых стоят звезды и мы с вами поэтому в нашей окрестности темной материи мало именно по этой причине но если брать в среднем по вселенной все размешать в один кисель то соотношение будет примерно 6 к 1 в пользу темной материи прошу прощения за вопрос поскольку я не физик и может быть он совсем тут не в тему у вас конечно очень интересная лекция хотелось бы узнать вот это вот ну здесь концепция вот это м-теории до объединения там всех фундаментальных взаимодействий ну которые дамы не могут вот темная материя как ну теоретически вот этот концепт она могла бы каким-то образом посодействовать вот этой вот ну я допили вы не тянете осторожнее когда эта теория будет создана должна включить себя физику темной материи то есть она не этого она не создана сказать вот есть только попытки там через струны и прочие теории около научно наше знание о мире очень не полны вот это нужно иметь ввиду и вот концепцию темной материи тоже необходимо тогда она будет это включит себя к темной материи как как одно из типов материи спасибо один из тип не могу не удержаться анатолий владимирович в один из крупнейших специалистов по газу спасибо и вот дело в том что по своему распределению не газ подошел ближе всего вот к этому уголок темной материи и учитывая конечно что что тон современной астрономии задает ядерная физика и вот все что происходит частицами все-таки у вас получается вашем списке газ вообще не был упомянут как кандидат вы не могли бы это прокомментировать был на самом деле упомянут то может быть нет не так четко значит может ли вся темная материя быть чисто газовый современной космологии это варианты и исключает поскольку газ состоит из атомов атомов во вселенной может быть только несколько процентов может ли темная материя локально состоять из газа может потому что например скопление галактик если даже темную материю убрать у нас окажется все равно газа по массе в несколько раз больше чем суммарная масса звезд вот поэтому это как бы барионная часть темной материи вот на которой я там выделил вот несколько процентов вот видите написан там горячий газ это как раз вот я упомянул на что не он но только вот так под знаком вопроса то есть часть темной материи может быть газовый но большая часть должна иметь не атомную природу либо нужно обращаться к другим объяснениям феномена вот все ну ладно ну что же вы уже своими аплодисментами выразили отношение к этой лекции как всегда блистательная тема потрясающая я думаю что у многих сегодня но это стало немножко понятней немножко по полочкам все-таки анатолий владимирович нам все это разложил у нас открытая площадка но не дискуссионная поэтому все-таки вопросы которые нашу аудиторию за этот лектор она должна быть близка к теме лекции они вообще обо всей вселенной и просто том что должны делать астроном и чего не делать не должны правильно гаранты лезвич поэтому спасибо вам большое за ваши деликатные до деликатные отношения и еще раз за любовь к планетарию мы вам отвечаем взаимностью спасибо вам большое благодарю аудиторию через неделю мы ждем вас здесь на лекции 2 марта лекции блистательный мир радиоастрономии читать будет владимир самодуров любители астрономии те кто увлекается и его прекрасно знают поэтому а а милости прошу через неделю всего хорошего до свидания анатолий михайлович обязательно перенесется мы сообщим я уже сказала в наших всех ресурсах а